Доброе утро! Итак, мы начинаем! Образование цифровизируется, а значит, меняются и требования к содержанию, качеству образовательных программ, поэтому навыки педагогического дизайна для преподавателя становятся обязательной составляющей профессионального портфеля. Об этом поговорим подробнее на мастер-классе «Педагогический дизайн. Проектирование эффективной образовательной среды. Лаборатории цифровая образовательная среда». А проведет его Андрей Комиссаров, директор направления развития человека на основе данных университета 2035. Пока идет сессия, все участники, то есть вы, можете задать вопросы спикеру в нашем чате, а в конце выступления Андрей ответит на несколько самых интересных из них. Андрей, вам слово. Спасибо, Алексей. Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно сегодня быть здесь перед вами. Времена меняются, меняется формат, но мы продолжаем с вами общаться, мы продолжаем с вами заниматься самым главным, что есть в этой жизни, это образование. И сегодня мы хотим поговорить о педагогическом дизайне. Что это такое, чем отличается от принципиально стандартного подхода в организации образовательной среды, в организации взаимодействия между учащимися, какие есть основные концепции педагогического дизайна и чем, собственно, занимается педагогический дизайн в своей каждодневной жизни и работе, а самое главное, чем он занимается в эпоху цифровой трансформации. Ну, не секрет, что фронтальная педагогика стандартная, когда учитель является носителем знаний, педагог передает студенту все то, что накопил за опыт своей долгой жизни, этот формат постепенно начинает немножечко терять свои позиции. Почему это происходит? Потому что в наше время вал информационный, который доступен отовсюду, он начинает немножечко изменять вообще весь вот этот вот континуум, весь вот такой вот средовой контекст, в котором мы с вами занимаемся образованием, будь то с детьми или взрослыми. И это значит, что нужно все больше групповой деятельности, нужно переходить непосредственно в деятельностный формат преподавания, нужно собирать данные о том, чтобы понимать, а что испытывают учащиеся, как они проходят через процесс образования, что особенного отличает их уникальное понимание, которое они приобретают в процессе общения с вами, как педагогами, в процессе погружения в образовательную среду. Конечно, основная цель любого работника образования – это помочь повысить эффективность образования. А что есть эффективность? Значит ли эффективность, что мы помогаем усвоить максимальное количество знаний? Возможно, но человек – это все-таки не устройство для запоминания, то есть не только жесткий диск. Может быть, мы хотим с вами обеспечить переход в деятельность, и эффективность будет в том, что мы можем увидеть, что в результате какого-то мастер-класса, в результате образовательного погружения человек стал способен к принципиально новой деятельности. Да, может быть. Но не нужно забывать, что в деятельности у нас есть очень сложное сочетание навыков. Это и предметные навыки, хардскиллы, которые завязаны на знании конкретную предметную область, это и софтскиллы, метапредметные навыки, которые отличаются тем, что в отличие от хардскиллов они развиваются не с помощью знания. Например, как это ни странно, один из самых распространенных в нынешней корпоративной культуре метапредметных навыков – это навык, который называется «дружить». Вот такое вот простое, казалось бы, слово является с точки зрения многих западных экспертов достаточно важным для развития и необходимым навыкам в современной среде. Для этого работают психологи, для этого работают когнитивисты, для этого создаются специальные образовательные среды. Но что нужно для того, чтобы научить дружить, как детей, так и взрослых? Нужно ли рассказать, как это делать? Нужно ли дать знания? Нет. Нужно дать особую среду, в которой случится переживание. Вот это переживание, проживание, вот это особенное ощущение – это и есть тот огонь, который разжигает новое понимание в метапредметном, в софтскилловом поле. Именно поэтому с точки зрения образования нам нужно все больше переходить от создания образовательных программ, курсов, которые априори могут дать определенные знания, определенные категории полувозрастной учащихся, переходить к созданию и разработке, конструированию образовательных сред. И не просто конструированию образовательных сред, а к повышению адаптивности этих образовательных сред. Именно в этом и есть принципиальное отличие педагогического дизайна. За многие годы развития мыслей в области педагогического дизайна, и это ни в коем случае, конечно, не инновационный подход, то есть педагогический дизайн существует достаточно давно, само название в зарубежной практике называется instructional design, то есть там даже нет слова педагогический, само название зародилось уже достаточно давно. За время своего становления педагогический дизайн прошел несколько стадий. С одной стороны, сначала смотрели на то, какое поведение необходимо вызвать у учащегося, то есть обучение, это значит приобретение нового поведения, и это был подход, свойственный бихевиоризму. Со временем появился новый подход, который называется когнитивизм, когда мы говорим, что во главе угла стоит познавательная деятельность и разум. Действительно, ведь что отличает нас с вами, как уникальных мыслящих существ? В первую очередь нас отличает понимание. Понимание у каждого свое, оно абсолютно уникальное, и понимание составляет, по сути, основу нашей личности. И поэтому обучение с точки зрения не только приобретения информации, но еще и развития понимания, это такой заход, свойственный для когнитивистов. Появившееся через некоторое время направление конструктивизма, которое рассматривало в первую очередь саму среду, деятельность, сообщество, которое возникает в процессе обучения, оно направлено было на то, что новые знания могут приобретаться только в процессе деятельности. То есть learning by doing, непосредственное погружение в деятельностный контекст, выполнение задач, а иногда даже и преподавание этих задач. Например, мы с вами знаем, что очень хорошо работает такая педагогическая техника, как взаимное наставничество, когда одни учащиеся выступают наставниками, менторами и помогают обучать других учащихся. Все это постепенно к нашему времени, времени сетевых технологий, времени и нейросетей, и интернета, все проникающего во все стороны нашей жизни заходящего, превращается в такой сложный, совокупный сетевой контекст. Сегодня в наши дни обучение это уже такая конвергенция, это взаимопроникновение принципиально разных контекстов, разных уровень понимания, разных опытов, разных переживаний, и все это вместе и дает уникальный эффект, который мы хотим достигнуть в процессе образования. В 1999 году была группа ученых, которая предложила с точки зрения педагогического дизайна очень интересную модель. Эта модель состояла из трех компонентов. Социальный компонент, компонент общения, когнитивный компонент, компонент понимания, узнавания и приобретения информации, и педагогический компонент, связанный с тем, как информация подается. Вот эта схема, которую я сейчас рисую, за исключением цифрового компонента, который появился только в наше время, она была предложена с точки зрения первых шагов в направлении создания образовательных средств, создания вот таких вот сред погружений, где мы можем с вами именно получить все те эффекты, о котором говорят и когнитивисты, и поведение бихевиористы, и, собственно, деятельность конструктивисты. Но в наше время появился еще один четвертый компонент. Это компонент цифровой. То есть это компонент собираемых данных. И если мы еще в 70-х, 80-х годах могли читать статьи про instructional design и педагогический дизайн, и мы бы видели там особенности и подходы, то уже сегодня практически все, связанное с педагогическим дизайном, в том числе упоминает данные. Какие данные собираются? Что это за данные? В первую очередь, конечно, это данные образовательного опыта. Эти данные являются одним из типов цифрового следа. Конечно, сам по себе термин «цифровой след» применяется достаточно широко. В интернете, посещая сайты, вы так или иначе оставляете цифровой след, и вы, наверное, видите, как на баннерах у вас возникают вещи, которые вы случайно где-то искали. Но в образовании цифровым следом мы называем весьма специфические вещи. То есть те данные, которые показывают, что переживает, что понимает, что ощущает учащийся, как учащийся взаимодействует с образовательной средой, с программными компонентами, как он взаимодействует с другими учащимися, какая совместная деятельность происходит и какие совместные оценки возникают. Все вот эти типы данных и составляют тот элемент цифровой, который мы называем цифровой след. Этот цифровой след, будучи собранным, размеченным и проанализированным, позволяет нам очень детально понять специфику обучения, заглянуть внутрь образовательного пространства. И тут возникает самое, конечно, интересное. Если мы начинаем с вами создавать образовательную среду, то в первую очередь мы должны ответить на вопрос не только зачем, но и что будет происходить в этой образовательной среде. На вопрос зачем мы уже с вами отвечали, когда говорили, что это переход деятельности, или получение нового поведения, или приобретение знаний, или приобретение совокупной сложной такой сетевой структуры понимания. Но есть подходы, которые рассматривают саму образовательную среду, из чего она состоит. Значит, исследователь Ясвин выделяет четыре таких подхода, которые идут по направлению, собственно говоря, активное и пассивное обучение, или свободное, или зависимое обучение. Всем нам известна догматическая образовательная среда. Что это такое? Это образовательная среда, построенная по четким правилам, в которой понятно, во сколько и когда нужно делать определенные вещи. В догматической образовательной среде следование правилам, вот эта процессная логика, она поставлена во главу угла. Но это не единственный возможный вариант. Например, если мы рассмотрим корпоративное обучение, то там будет в первую очередь задействована карьерная образовательная среда. Образовательная среда, которая построена на достижении, на получении каких-то бонусов, наград, позиций, статусов. И образовательная среда, которая имеет определенные вешки, засечки. То есть вы понимаете, что с вами происходит, вы понимаете, каким образом вы к этому пришли, что помогло вам этого достичь и так далее. Есть творческая образовательная среда. Например, это образовательная среда творческого поиска, совместного исследования. Именно к этому стремятся вот те направления, которые работают, например, значит, с исследовательской именно парадигмой в проектной деятельности, с учащимся. И есть очень интересный такой формат образовательной среды, безмятежная образовательная среда. Абсолютно свободная и немножечко пассивная, но зато не нагнетающая, не создающая никаких ограничений. Примером безмятежной образовательной среды можно назвать школы Джидду Кришнамурти. Этот очень интересный философ индийский, он пропагандировал школы, в которых все построено на моментальном интересе вспыхивающем, то есть когнитивный познавательный интерес, любопытство, вот когда оно зарождается, вот именно тогда его и надо удовлетворять. И на взаимном наставничестве, то есть у нас может быть учащимся как пожилой, так и молодой или совсем маленький. Все учатся у всех, и происходит это спонтанно, и происходит это в процессе естественной жизни и существования. Такие школы и сейчас существуют в Индии, и не только в Индии, в частности, многие идеи Джидду Кришнамурти позаимствовала школа Summerhill. Так вот, когда мы создаем образовательную среду, мы можем использовать вот такие вот путеводные звезды, такие основные направления, чтобы понять, куда и зачем мы двигаемся. Что же такое в принципе педагогический дизайн, и чем его принципиальные отличия? Педагогический дизайн — это прежде всего комплексный подход к построению образовательной среды. Мы строим образовательную среду и строим учебный процесс так, чтобы можно было не только разработать, создать, изначально задизайнить, но и гибко изменять и адаптировать под запросы учащихся эту среду. Вот когда у нас начинается с вами цифровая трансформация образования, мы отвечаем в первую очередь на вопрос, зачем нужна цифровая трансформация, в чем принципиальная новизна и в чем принципиальная полезность, которую приносит цифра. Конечно, эта полезность во многом заключается в масштабировании. Цифра дает нам доступ к классному образовательному контенту на огромное количество пользователей одновременно, причем иногда даже и с деятельностными подходами, и с совместными подходами. Но в рамках этого масштабирования очень важно сохранять индивидуальную самость, индивидуальную идентичность. Ведь каждый человек не похож на другого, каждый человек уникален, и нам очень важно помочь именно каждому специфическому, конкретному образовательному стилю, пониманию каждой отдельной личности максимально эффективно добиваться тех целей, тех образовательных результатов, которые заложены в этой образовательной среде. Педагогический дизайн, его основное отличие именно в том, что мы можем адаптивно изменять то, что мы создали. Педагогический дизайн состоит из модулей. Педагогический дизайн подразумевает проработку отдельных элементов и сборку из них сложной конструкции. Примерно как работает LEGO. Одни и те же маленькие детальки конструктора LEGO могут использоваться в совершенно разных. Вы можете строить самолет, дом, машину или парк юрского периода. И все это будет на похожих элементах LEGO. Именно так работает педагогический дизайн. Но в цифровую эпоху нам важно понимать, каким образом сюда входит цифра. Самый первый тип данных, который у нас появляется, это данные о диагностике. Данные о том, что это за человек, в чем уникальность той группы учащихся, которая сейчас к нам пришла. Что мы можем диагностировать? Мы можем диагностировать мотивацию, мы можем диагностировать поведенческий паттерн и особенности поведенческого стиля. Мы можем диагностировать когнитивные стили и когнитивные привычки, стили мышления. Мы можем диагностировать пределы когнитивных нагрузок, чтобы предвосхитить момент, когда человек устает, когда ему требуется переключение, когда и как долго человек может удерживать внимание и что он может запоминать. Все вот эти вещи, диагностические, получаемые на входе, существенно расширяют наши возможности, когда мы создаем образовательную среду. Потому что изначально, вот если взять, например, студентов, что мы знаем о них, когда они приходят в ВУЗ? Мы знаем, что они сдали ЕГЭ. Но что показывает результаты ЕГЭ? Результаты ЕГЭ показывают, что человек смог сдать ЕГЭ. И еще немножечко показывают эмоциональную саморегуляцию. Потому что если человек смог выдержать вот этот стресс и при этом еще и знаниями обладает, да, вот мы это видим. Но, по сути, мы не можем на основе вот этих вот знаний настроить ту среду, в которой человек будет работать. Если мы работаем с данными дальше, то как только человек погружается в среду, нам необходимо собирать цифровой след, след опыта той деятельности и того понимания и тех ощущений, которые человек приобретает. Это можно сделать, если у нас изначально есть рубрикатор образовательных результатов, да, то есть это может быть список. Вы все знакомы с образовательными рубрикаторами, таких как знания, умения, стандартные вещи. Но в сложных деятельностных контекстах эти образовательные рубрикаторы могут становиться гораздо более насыщенными, гораздо более сложными. И, соответственно, они могут связывать специфику софт-скиллов, метапредметных компетенций, хард-скиллов, конкретных знаний, понимания контекстов, понимания того, как взаимодействуют друг с другом какие-то роли в данном профессиональном поле и так далее. Все это мы с вами можем собирать на уровне цифрового следа. Цифровому следу и работе с ним будет посвящена отдельная лекция, отдельный мастер-класс, который я читаю завтра с утра, и там мы детально об этом поговорим. И дальше все это загружается в цифровой профиль. С точки зрения подходов, всем хорошо известных, таких как таксономия Блума, мы можем рассмотреть несколько иной подход к организации образовательного пространства, который именно характерен для педагогического дизайна. Мы можем увидеть, что через организацию групповой работы, через организацию группового взаимодействия, мы можем дать совершенно новый уровень понимания. Например, есть очень интересный подход группового взаимодействия, такое как групповое совершение ошибок. Вообще работа с ошибкой — это очень глубокий, очень интересный контекст образовательный, который как раз и дает нам хорошее понимание того, что же происходит с человеком. Например, что мы делаем в онлайн-школах или онлайн-классах, которые устраивает университет 2035. Мы в частности обучаем образовательному дата-инжинирингу, педагогическому дизайну. В следующем году будем обучать также learning experience дизайн, то есть дизайну образовательного опыта, образовательных переживаний. В первую очередь мы хотим, чтобы люди погрузились сразу в какую-то среду и увидели, что в ней они принципиально понимают не так, чтобы они освободили себя от каких-то шор, от каких-то, так скажем, ограничений, которые на них определенное стереотипное понимание так или иначе набрасывает. Это примерно сродни тому, как некоторые родители обучают достаточно жестко своих детей плаванию, кидают в воду, а потом подхватывают, чтобы ребенок понял, как начать двигаться. То же самое. Мы можем дать сразу сложную деятельность, дать ее в группе, дать ее с пониманием, что группа не справится, для того, чтобы группа совершала как можно больше ошибок. Мы можем эти ошибки логировать, мы можем их детально записать, для того, чтобы группа потом их разобрала. Дальше мы можем группу погрузить в групповое обсуждение, чтобы она начинала перемалывать, все это обсуждать и так далее. Тут мы увидим, кто насколько эмоционально себя проявляет, кто как проявляет себя в коммуникации, кто в какую деятельностную позицию встает, и что с этими ошибками происходит. Мы сразу получим много дополнительных данных про людей, которые участвуют в нашем образовательном процессе, даже если мы не собрали их изначально в диагностике. После этого в течение, собственно говоря, курса, в течение вот этой онлайн-программы, мы можем проходиться по тем ошибкам, которые совершили люди, и уже на них гораздо детальнее рассматривать, а что конкретно у нас может быть улучшено. И рассматривать это, опять же, в групповом контексте, в обсуждении с учащимися. И вот такие вот подходы, они, собственно, направлены на первую очередь три вещи. То есть если мы знаем с вами вот такую... Вы понимаете, где границы применения инструмента. Вы понимаете, как инструмент ведет себя в разных контекстах. Вы понимаете, что когда применимо, что когда неприменимо. Вот это понимание сложное, контекстуальное, оно как раз и есть то, что мы в первую очередь хотим мерить в образовании, построенном по принципам педагогического дизайна. Умение. Умение, как понимание, эффективно проявленное в деятельности, и, что самое важное, отрефлексированное. Да, то есть вот эта рефлексия, которая идет после того, как вы сумели, после того, как у вас получилось, она для нас очень критична и важна. И именно поэтому рефлексия является одним из наиболее часто встречающихся видов цифрового следа, которые собираются в процессе образования. И, наконец, отношения. Как человек относится, что он думает, что он чувствует, как он удерживает или не удерживает фокус, какое есть переживание, какая есть эмоция, связанная с тем образовательным контекстом, с той образовательной средой, в которой мы человека погружаем. Как можно отношения выявить? Да, ну мы будем об этом с вами говорить, опять же, на цифровом следе, но забегая чуть-чуть вперед, могу сказать, что через семантику текстов, через эмоциональную направленность можно очень неплохо посмотреть, как человек относится к тому или иному элементу и измерить, как изменяется это отношение по ходу всей образовательной программы. Как правило, в педагогическом дизайне применяется это, которое называется EDDI. Анализируй, проектируй, разрабатывай, внедряй, оценивай. Но эта модель является циклом, потому что, когда ты оценил, после этого идет снова анализируй, проектируй, разрабатывай, внедряй и оценивай. Вот такой вот цикл подхода к построению образовательной среды, он как раз и свойственен педдизайнерам. То есть педдизайнер не бросает свое детище, не бросает свою образовательную среду после того, то, как она запущена в производство, он сопровождает ее, он помогает ей изменяться. Но какие основные элементы вообще в работе педдизайнера, в деятельности педдизайнера могут для нас играть важную роль? Вот этот слайд, он по сути суммирует все те основные моменты, на которые педдизайнер обращает внимание. Заметьте, что это круговая диаграмма, то есть это не алгоритм, это не последовательность, потому что с нашей точки зрения педдизайнер, работая с образовательной средой, может по очереди возвращаться к каждому из вот этих элементов, может смотреть, что пошло так, как предполагалось, что пошло иначе, в чем принципиальная разница между запланированным и фактически случившимся, как воспринимают учащиеся. Например, мы можем начать с анализа целевой аудитории. К нам приходит, вот сейчас у нас только что закончилась в университете 2035 очень интересная большая программа на 1800 педагогов. Она построена в онлайне, на деятельностных практиках, практика ориентированная, и эта программа посвящена цифровой трансформации образования, то есть как раз педагогическому дизайну, образовательному дата инжинирингу, подобным подходом. То есть мы можем посмотреть, что за педагоги к нам пришли. Мы можем сразу увидеть, значит, разбег с точки зрения возраста. Мы можем посмотреть, из какого уровня эти педагоги, то есть это ДПО или это СПО, это педагоги школ или вузов. Мы можем посмотреть также, какой опыт образовательный, опыт преподавания у этих педагогов. То есть мы можем собрать про них какие-то данные. Вот мы их примерно собрали. Мы кластеризировали, поняли, что у нас будут те, кто, предположим, чуть-чуть более продвинут с точки зрения цифры. Это цифровая грамотность, предположим, мы ее померили диагностикой вначале. У кого она повыше, у кого пониже. Мы их разобрали изначально на, значит, какие-то группы, которым мы будем давать разный тип деятельности. Мы заранее продумали, ага, раз у нас педагоги настолько разные, значит, мы можем одних предлагать другим в качестве менторов, наставников по определенным тематикам. И таким образом гораздо лучше пойдет обучение. Хорошо. После этого мы смотрим на наше содержание курса и видим, что наше содержание курса предназначено для достаточно ровной аудитории, то есть для всех одинаковых педагогов. Но мы понимаем, что одинаковых в природе не бывает. Так или иначе кто-то будет выбиваться. Мы смотрим, как чуть-чуть пересобрать наше содержание курса. Например, последовательность. В педдизайне есть такое понятие, свойственное скорее архитектуре, называется когнитивные лестницы. То есть это последовательность прохождения материала, так как вы одно разобрали и поняли, потом перешли, второе разобрали и поняли, потом спустились на шажок один, повторили и пошли по новой. То есть вот такая вот когнитивная лестница, она позволяет очень медленно и плавно делать вхождение в контекст, анбординг. Мы посмотрели, как наше содержание курса можно пересобрать под тех педагогов, которых мы здесь видим. Окей, мы заранее размечаем образовательные результаты. Мы смотрим, что мы хотим, чтобы эти педагоги смогли. Конечно, есть знаниевые образовательные результаты, но в первую очередь нас интересует переход в деятельность. Значит, мы смотрим, какой мы будем замерять образовательный результат. Мы замерим, а могут ли они сами сделать, после того, к чему мы их обучаем, Могут ли они сами сделать образовательную среду, в которую мы могли бы запустить других людей, будь то взрослых или детей, смотря на кого она настроена, и могут ли они создать эту среду так, чтобы она еще ими могла быть адаптируема в процессе прохождения учащимися вот этой образовательной программы. И, соответственно, в конце у нас мы сразу должны продумать о том, какой будет финальный оценочный материал, и мы переходим в тот момент, который, вот видите, красный, да, вот этот Пентагон, настроить систему оценки, контрольно-измерительные материалы, взаимооценка и так далее. Мы сразу задумываемся вперед, так, хорошо, если мы хотим, чтобы они что-то сделали, значит, оценка должна быть как реальное проведенное ими мероприятие с реальными учащимися, поэтому, когда мы в Университете 2035 организуем образовательные программы, мы, как правило, делаем такой интересный формат «Школа в школе». То есть мы на вот этот вот финальный экзамен пригласим совершенно новых учащихся, будь то студенты или просто желающие, чтобы педагоги, обучающиеся педагогическому дизайну, могли попробовать это все на себе. При этом мы, конечно, должны для того, чтобы собирать образовательные данные грамотно, мы должны все разметить изначально на рубрикаторах. То есть на каждой лекции, на каждом элементе общения, на каждом элементе деятельности мы примерно должны понимать, какие у нас будут основные ожидаемые результаты. Мы будем собирать и домашнюю работу, но, например, мы не будем делать эту домашнюю работу индивидуальной, потому что мы хотим, чтобы в процессе друг друга обогащали учащиеся, чтобы они как можно больше привнесли. И тогда мы можем перейти с точки зрения выбора элементов взаимодействия, вот этот вот голубой, сверху пентагон, методов вовлечения и подачи. Давайте не просто дадим домашнюю работу, а давайте сделаем таким образом. Вот прошла лекция и мастер-класс, после этого мы даем домашнюю работу, которую можно сделать в группе, ее все в группе обсуждают, а потом каждый получает индивидуальную задачу. Соответственно, они делают что-то в группе и обсуждают. Если изначально они не так поняли лектора, если изначально где-то было слепое пятно, мы это сможем нивелировать. И уже непосредственно в деятельностной практике, уже один на один, после того, как прошло обсуждение в группе, мы увидим, кто что из этого вынес. Зачем делать в группе, вы скажете, вот зачем такое дополнительное усложнение? Вы знаете, многие когнитивисты, да и нейрофизиологи, они склоняются к старой давно известной истине, что человек это существо социальное. И мы гораздо лучше общаемся с вами и гораздо лучше понимаем что-то, чем пытаемся выучить и вложить себе непосредственно знания индивидуально. Вот так устроен мозг человека. Кстати, в связи с этим есть очень интересный эффект у того же Зума, да, когда у нас образование переходит в Зум, и мы вынуждены с вами в связи с коронавирусом с этим столкнулись. У нас возникает такая штука, что много-много лиц на экране, и если учитель хочет, педагог хочет видеть, что происходит со студентами, он просит всех включить камеры. Студенты включают камеры, и что происходит? Когда мозг каждого студента обращается к тому, что видно на экране, то в первую очередь приоритизируется обработка лиц. Так работает, собственно, наша нейрофизиология. Приоритизация обработки лиц — это то, от чего мы не можем уйти. Наш мозг всегда в первую очередь увидит лицо, распознает его, распознает эмоцию, распознает мимику, и только потом вернется обратно к этому контексту, хотим мы этого или нет. И поэтому, когда мы в Зуме показываем много лиц, мы всегда понимаем, что у нас на это уйдет дополнительное время, мы потеряем фокус учащихся, они будут вынуждены отвлекаться на эти лица. Мы, если в коллективе есть девушки или юноши, которые обеспокоены тем, как они выглядят, еще много времени уйдет и внимание уйдет на мысли о собственной внешности, о том, как вы выглядите в этом экране. И все вот это съест нашу с вами, собственно, когнитивную составляющую. То есть оно заберет то внимание, ту энергию, то время, которое необходимо нам для образования. Поэтому, когда мы думаем об элементах вовлечения, об элементах взаимодействия, например, в том же онлайне, мы можем с вами отказаться от того, чтобы смотреть на лица. Мы, например, используем для этого среду, которая называется Дискорд. Это очень интересная среда, я думаю, много вы еще о ней услышите на Эдкранче. И в этой среде вы общаетесь друг с другом, вы общаетесь с помощью аудио, общаетесь с помощью текста, но вы друг друга не видите. Сначала это кажется некомфортно. Как это так? Вот мы общаемся и друг друга не видим. Вы знаете, я когда сейчас вещаю на камеру, я тоже вижу только камеру, я не вижу ни одного из вас. Но я представляю себе, когда у меня уже большой опыт накапливается, я представляю себе, что здесь есть аудитория, что все вы живые, заинтересованные люди, что мы с вами ведем дискуссию, и что сейчас в меня полетят ваши вопросы, которые покажут, насколько вас задело и заинтересовало то, о чем я говорю. То же самое происходит со студентами. Очень быстро они переключаются на вот такой вот способ ведения дискуссии, даже когда мы не видим лиц. Более того, они перестают испытывать вот такой вот ангст и напряжение. Им становится гораздо комфортнее и проще, и они могут уже в спокойной домашней среде лучше участвовать в вашей вот этой образовательной активности. И когда мы их погружаем в группу, они гораздо больше раскрываются, они гораздо больше общаются. И если они что-то не поняли в процессе того, как выдавали материал, они могут друг друга обогащать. Если мы делаем это с помощью аудио, мы можем захватить это аудио с помощью бота, записать его, потом транскрибировать, перевести в текст, проанализировать эти тексты. И посмотреть, что там, собственно, содержится. Но об этом еще раз мы будем говорить в курсе образовательного дата инжиниринга. Так вот, вот этот вот цветочек, вот эта диаграмма, она, собственно, и показывает нам, как и чем занимается образовательный педагогический дизайнер. В первую очередь, вы, представляя в голове всю вот эту вот матрицу элементов, занимаетесь пересборкой под новую группу пришедших к вам учащихся, под те данные, которые вы получили, под специфику размеченных вами образовательных результатов, которые будут отличаться от того, что было вчера. И основная вот такая отличающая характерная черта для педагогического дизайна, это вот эта гибкая адаптивная пересборка. Это возможность все переиначить, возможность получить план B, при этом не нарушая вот этого вот потока образовательного, собственно, в котором студенты находятся, да, в флоу, не разрушая этой среды, не разрушая этого ощущения, а наоборот, повышая эффективность того, что происходит с учащимися, что происходит с коллективом и что происходит с достижением образовательных результатов. Ну вот в качестве такого очень быстрого и очень легкого поверхностного, если угодно, вводного небольшого материала про педагогический дизайн, это, наверное, основное, чем я хотел бы с вами поделиться сегодня. И если у вас есть вопросы, то я буду очень рад на них ответить. Давайте посмотрим, что же, какие темы с точки зрения педагогического дизайна заинтересовали вас в большей мере. Андрей, спасибо большое за мастер-класс. И действительно, за время эфира к нам поступило сразу несколько вопросов, и я хотел бы зачитать один из них. Давайте. Где в педагогическом дизайне предусматривается этап определения академической честности и самостоятельности учащихся? Угу. Ну, вы знаете, академическая честность и самостоятельность учащихся определяется на этапе, вот когда мы по ясвину смотрели, а какая у вас образовательная среда. Потому что академическая честность и самостоятельность – это палка о двух концах. Все зависит от того, какого образовательного результата вы на самом деле хотите, чтобы учащийся достиг. Что такое академическая честность? Они не списывают, они понимают ровно так, как могут понять, они друг другу не помогают, и мы видим чистый результат, да, с точки зрения того, с чего они могут на самом деле достигнуть. Является ли это желаемым для нас результатом образовательного действия? С точки зрения педагогического дизайна, скорее нет, чем да. Потому что такая академическая честность не позволяет учащимся развивать в процессе образовательного погружения метапредметные навыки, софт-скиллы, общение, понимание, ясные коммуникации, взаимодействие в команде. И, возможно, тот момент, когда учащиеся друг другу помогают, когда они друг с другом обсуждают, да, вот эти элементы, они нам более интересны, чем чисто кристальная педагогическая честность. Но, тем не менее, если все-таки мы хотим увидеть конкретный деятельностный результат одного учащегося, есть два варианта. Первое. Вы даете по вашему образовательному направлению, значит, сначала лекцию, потом работу в группе, они поработали в группах, все обсудили, поняли, а потом даете очень короткое время с индивидуальными задачами, и эти задачи максимально разные, так, чтобы учащиеся не могли друг другу помогать, да. Это первый вариант. Второй вариант – прокторинг. Вы включаете их камеру и следите за тем, как они выполняют ваши задания. Но прокторинг дает больше негатива, чем позитива, потому что это стресс, потому что это дополнительное насильственное такое включение в среду, в которой человек не хочет быть. И, опять же, с моей точки зрения, ну, я привержен к гуманной педагогике, да, я считаю, что это не совсем правильно. Поэтому академическая честность, это остается на, собственно, мнение и на решение самого педдизайнера. Спасибо за развернутый ответ. Еще один вопрос. Я Эдди считаю непрактической моделью. Непрактической, почему-то так выразились. Ее не могут использовать отдельные преподаватели, и особенно в вузах, где нет отдела по педдизайну. Какие модели педдизайна, секунду, вернусь к вопросу, какие модели педдизайна реально использовать каждому отдельному педагогу? Потому что в большинстве вузов они просто оставлены наедине с собой, а методисты в педдизайне, так, снова возвращаюсь, часто и не знают. Да, прекрасный вопрос. Смотрите, значит, Эдди, это не скрижали Моисея, которым необходимо придерживаться. Это один из форматов, в котором вы можете работать. Вот тот цветочек, который я вам давал на одном из последних слайдов, да, вы помните, такая красивая, значит, диаграмма, вот, это тоже модель педагогического дизайна. Эдди подразумевает, что вы сначала делаете это, потом это, потом это, а потом идете на цикл. И, возможно, вам было бы легче, когда вы только начинаете, да, не пытаться сделать поэтапно все вот эти моменты, которые действительно трудно сделать, когда вы это не умеете, а попробовать чуть-чуть более хаотично к этому подойти, попробовать посмотреть, какие из лепестков вот этой вот, похожей на цветок диаграммы, вы можете сейчас рассмотреть. Попробовать сделать ошибки, попробовать их зафиксировать, отрефлексировать, вернуться с ним, потом перейти на другой лепесток, сделать что-то и, увидев, что то, что вы сделали раньше, было ошибкой, исправить ее. Когда вы начинаете работать в залоге педагогического дизайна, вы ни в коем случае не должны бояться экспериментировать. Вы всегда будете совершать ошибки, это нормально. Тот, кто не совершает ошибок, учится гораздо хуже, чем тот, кто их совершает. Поэтому то, что в университете нет отдела педагогического дизайна, знаете, я не знаю университета, где такой отдел есть в России, но это не суть. Это, наоборот, для вас не не сложность, а скорее помощь. Вы можете отправиться в свое собственное плавание по вот такой вот более комплексной модели, в которой нет последовательности сначала это, потом это. Когда вы делаете все в том режиме и в той скорости, в которой комфортно вам. Поймите самое главное с точки зрения педагогического дизайна. Вы никому ничего не должны. Кроме того, что вы хотите и студенты хотят, учащиеся хотят сделать образование более эффективным, нет никакого модуса долженствования. И поэтому то, как вы осваиваете педагогический дизайн, то, как вам комфортно, вот именно это и есть правильно. Кто-то входит в это быстрее с головой, кто-то делает это медленно, постепенно, кто-то совершает ошибки, их всех отрефлексировав, записав и продумав, возвращается назад. Вот как вам комфортно, так и делайте. Главное, чтобы вы понимали, какие основные фокусы, какие основные элементы и на чем все это строится. Андрей, огромное вам спасибо и спасибо всем, кто был вместе с нами. Мы объявляем 10-минутный перерыв, во время которого с нами канал GoOnline. Пожалуйста, не переключайтесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...